Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Евгения Солохудинова. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Обновили все от пола до потолка. В школе 59 имени Ивана Рамазана после масштабного ремонта открылся бассейн. Средства на реконструкцию выделил Магнитогорский металлургический комбинат. 100 тысяч километров возможности участники уникальной автоэкспедиции побывали в городском курорте Притяжения. Оказались точнее снайперов. Стальные лисы обыграли новосибирскую команду в рамках выездной серии. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Снежный покров устанавливается на Южном Урале. Губернатор области Алексей Текслер поручил проверить готовность дорожных служб к зимнему сезону. Обратить внимание на состояние техники. Как обстоят дела в Магнитогорске узнавала наша съемочная группа. Синоптики обещают, на Южный Урал надвигается метеорологическая зима. Челябинскую область ожидают снегобады, метели и формирование устойчивого снежного покрова. В городах от 2 до 5 сантиметров, в горах 10-15 сантиметров. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций на дорогах, глава региона Алексей Текслер поручил муниципалитетам проверить готовность всех служб к зимнему сезону. Были вопросы к подрядным организациям, к их готовности мобилизовать тот или иной объем техники. Особенно на Новый год эти проблемы были. Поэтому я надеюсь, на одни и те же грабли наступать не будете. И еще раз, проверить всех подрядчиков, их готовность. Объедьте сами все участки подрядных организаций, проверьте готовность и обратите внимание на водителей соответствующих техники, на тех людей, которые обслуживают. Технику проверить одну, но если у техники нет человека, который на ней работает, значит техника на дороге не выйдет. Обратите на это внимание. В Магнитогорске уборкой снега занимаются несколько подрядных организаций. Каждый отвечает за свою подведомственную территорию. Один из подрядчиков – Магнитогорск Инвестстрой. В зимний период очищают улицы городских поселков, как в правобережной, так и левобережной частях города. Мы, как один из подрядчиков города ОМИС по содержанию поселковых дорог и парков и скверов, мы готовы. Приготовлено более 40 единиц техники к борьбе со снегом. То есть готовы работать каждый день. В случае каких-то обильных аномальных снегопадов, готовы вывести технику в круглосуточный режим. В распоряжении Магнитогорск Инвестстрой более четырех десятков единиц техники, в том числе комбинированной дорожной машины, которые чистят снег с учетом отвалов и средних щеток. А также подают противолетные материалы не только на проезжую часть, но и на тротуары. В основном это сыпучий отсев, то есть мелкой фракции для обработки дорог, чтобы наши автолюбители, ну также и горожане, могли спокойно передвигаться что на автотранспорте, что пешком и снизить травмоопасность, так сказать, аварийной ситуации. К слову, горожане сами могут обратить внимание дорожников на проблемные участки, обратившись в диспетчерские службы подрядных организаций. Как отметили в городской администрации Магнитогорска, до конца 2024 года свои обязательства по очистке дорог от снега выполняют подрядчики, что чистили городские улицы зимой и весной. А вот с января 2025 года будут заключены новые контракты на оказание услуг по очистке города. Продолжаем программу. От грамотного распоряжения ресурсами, прежде всего рудными, зависит успешная работа всех следующих переделов ММК и в конечном итоге качество, а значит и спрос на продукцию с высокой добавленной стоимостью. В этом уверен сменный мастер участка усреднения концентратов 2-го отделения цеха подготовки оглашихты Михаил Кожевников. Отдавший работе в горно-обогатительном производстве почти 30 лет, он считает, что у комбината есть стабильное будущее, которое зависит от слаженной работы всех звеньев производственной цепочки. Накануне Михаил Кожевников был признан лучшим по профессии. Комбинат пришел в 1996 году. Сначала работал в оглацехе. На участке серовоулавливающих установок аппаратчиком, бригадиром, сменным мастером, старшим мастером. И впоследствии в 2019 году был переведен сюда спуском оглафабрики 5-й. Здесь работаю сменным мастером уже с 2019 года. Конечно, груз ответственности лежит определенного рода. Тут, соответственно, за мной люди, охрана труда, промышленная безопасность, технологический процесс, то есть введение управления технологическим процессом, людьми, бригадой. Как бы это всегда накладывает определенную ответственность. Это стабильность, заработная плата. Я думаю, что все равно заработная плата на комбинате сейчас гораздо выше, чем в том же городе, где-то в каких-то фирмах. Ну и, соответственно, сам интерес работы на производстве. Я думаю, молодых работников должен он в определенной степени захватить. Им должно понравиться. Сам костяк. Те люди, которые, в принципе, с 2019 года пришли работать, они работают до сих пор. Пока потугов не было таких, что куда-то уйти. Конечно, общаемся, ездим, выезжаем за город, отмечаем общие праздники. Если у кого-то юбилей, рождение ребенка, какие-то семейные праздники тоже вместе отмечаем, выезжаем за город, оздоравливаемся. Абзакова, Банная. Но комбината – большое будущее. Несмотря ни на все катаклизмы, которые связаны с сегодняшним временем, я считаю, что комбината – большое будущее. Он будет развиваться, сильнее и сильнее будет. Набирать мощь, так скажем. И брасы, кроли, бетерфляи будут осваивать маленькие пловцы, не покидая стен школы и в очень комфортных условиях. Магнитогорский целиком отремонтировали бассейн в школе номер 59 имени Ивана Харитоновича Рамазана. Спонсором стал Магнитогорский металлургический комбинат. Как теперь выглядит первый школьный бассейн-магнитки, расскажем в сюжете. Внимание! Звучит свисток, и по команде тренера юные спортсмены бросаются с головой. Не в омут, в бассейн. Даша Серегина в плавании уже 8 лет. За плечами не одно соревнование. Готовилась в том числе и в бассейне 59-й школы. Помнит, как здесь было до ремонта, теперь, говорит, не узнать. Просто все изменилось, все поменялось. Стало светло, уютно. Но теперь вообще будут эти тренировки проходить прям лучшим способом. Новое здесь все. Покрытие чаши, система вентиляции, которая согревает воздух, современные насосы и система очистки воды. А еще приятный и уютный интерьер, чтобы ребятам было комфортно. Для всех у них есть индивидуальные шкафчики, чего не было до этого. Красивые скамеечки, также расположены фены. Сделали отдельную комнату, где можно сушить волосы. Установили зеркало, крутящиеся кресла. А до этого у них просто по периметру, где мы сегодня перерезали ленточку, располагалась труба, в которой проходили отверстия, дул воздух. И вот они подставляли свою голову. Кафель, полы, даже крыша, которая раньше протекала в дожди. Весь фронт работ взял на себя Магнитогорский металлургический комбинат. Там обращение поступило летом. Мы приложили все усилия, чтобы к учебному году запустить бассейн. Тем более, что так получилось, что мы это приурочили в этом году к 90-летию, с дня рождения Ивана Харитоновича. И вот открытие. Ленточку перерезают гендиректор ММК Павел Шиляев и глава Магнитогорска Сергей Бердников. Сегодня школа с бассейном для Магнитогорска уже не новинка. В городе таких шесть. Дают уроки плавания и в 15 детских садах. Они очень востребованы, отметил глава города Сергей Бердников. Мы за последние пять лет, наверное, привели в соответствие все бассейны там, где они были. И в новых школах мы сегодня тоже стараемся, кстати говоря, реализовывать это направление. Это очень важно. И мы детей приучаем, в общем-то, сегодня будем говорить с дошкольного возраста. А ведь тогда, в 90-х, бассейн в школе был настоящим чудом, вспоминает дочь Ивана Рамазана. Стальным гигантом народный директор руководил с 1985 по 1991 годы. Бросал все силы не только на промышленность, но и на становление города Металлургов. И вот очередной смелый проект. Проект был в 90-м году. Когда еще никто об этом не задумывался, воспринимали это как нечто необычайное, фантастическое. Мы сегодня видели, во что превратилась его фантастическая идея строительства бассейна в 92-м году. С тех пор в бассейне проходят уроки физкультуры, работает секция по плаванию. Но время идет, вода точит камень и кафель. Чтобы сохранить детище Ивана Харитоновича, подключились продолжатели дела народного директора. Председатель совета директоров ПАО ММК Виктор Ирашников решил ремонту быть. Работы начали летом этого года и спустя всего 4 месяца бассейн встречает ребят. Сегодня здесь занимаются порядка 700 учеников. Надеюсь создать хорошую команду, где мы будем участвовать в соревнованиях, и чтобы наша школа гордилась нашими учениками. Для гостей небольшая экскурсия, а ребята продолжают тренироваться. Очередные соревнования не за горами. Мария Клименко, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Уникальная автоэкспедиция, 100 тысяч километров возможностей добралась до Магнитогорска. В состав команды автопробега вошли 5 смельчаков, которые на двух отечественных автомобилях исследуют бескрайние дороги России. В процессе путешествия они не только проводят аудит автомаршрутов и туристической инфраструктуры регионов, но и снимают фильм о людях и красотах нашей страны. Участники экспедиции 100 тысяч километров возможностей прибыли в Магнитогорск на два дня. За плечами команда уже 82 тысячи километров. Старт путешествия был дан 8 апреля на выставке ВДНХ в Москве. Челябинская область стала 72-м из 85 регионов на пути автомобилистов. Этот уникальный проект создан тележурналистом Андреем Леонтьевым. Он поставил перед собой амбициозную цель – установить новый мировой рекорд на двух отечественных автомобилях, преодолев 100 тысяч километров по уникальному маршруту, и показать жителям России, что страна готова к массовому автотуризму. Вот обычные автомобили без какой-либо подготовки, купленные в магазине, специально для этого проекта. Вот «Москвич», вот «Лада» и вот это все едет. И главная беда – мы неинформированы. Мы не знаем о том, что это возможно. Поэтому наша задача, и моя непосредственно, как члены экспертного совета комитета по туризму Государственной Думы, оценить реальную ситуацию с тем, что происходит, обозначить те точки, которые необходимо закрыть для того, чтобы путешествия на автомобиле по стране стали действительно комфортными и безопасными, ключевое слово «безопасный». И дальше уже необходимо составлять, чем мы сейчас и занимаемся тоже, уже мы сейчас делаем наброски, национальные автомобильные туристические маршруты. Данное путешествие – не только проверка отечественного автопрома. Одна из главных целей такой большой экспедиции – рассказать широкой аудитории о людях, которые внесли вклад в развитие своей малой родины, поддержанию ценностей и интересов. Мы собираем коллекцию вот таких героев, которые на самом деле меняют жизнь к лучшему. Мы поняли, что в России, в стране у нас нет ни одного сообщества таких людей. Они друг про друга не знают, а мы не знаем их. И мы очень надеемся, что платформа нашего проекта, сайт, который сейчас набирает как раз вот эти интервью, и мы набираем этот массив, его работа не закончится с проектом, а он станет самостоятельной площадкой для как раз организации вот этого нового, и, мне кажется, самого нужного стране сообщества. В программе посещения запланированы как известные достопримечательности, так и открытие новых туристических мест в каждом регионе. В Магнитогорске первая остановка – курорт притяжения, который, по словам путешественников, займет одно из первых мест в реестре тех туристических зон, которые обязательно стоит посетить. Каждый, даже небольшой город, пытается создать нечто такое свое, что было бы не похоже на все остальное. Вопрос, конечно, возможностей. У Магнитогорска их много, поэтому реализуются они вот в таком виде, который не имеет аналогов, я думаю, что даже в мире возможно, в какой-то степени, если мы посмотрим на... Я не помню подобных объектов нигде. То есть это, безусловно, совершенно сумасшедший проект с точки зрения потенциала, да, и для людей, которые живут, и для приезжих, да, потому что представить себе, что можно было бы 15-20 назад приехать в Магнитогорск, чтобы здесь 2-3 дня пожить, вот это было невозможно. Сегодня это возможно. Посмотреть действительно есть на что. В планах съемочной группы проекта – экскурсии по городу и комбинату. Все эти места будут зафиксированы в видеоархиве экспедиции. Кульминацией автопробега станут фотопроект, состоящий из 10 тысяч фотографий и цикл документальных фильмов о России. Татьяна Артеменко, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВИН. Другим темам. 4 ноября Россия отметила День народного единства. В Магнитогорске в честь этого праздника была организована большая концертная программа, а также флешмоб «Руки в ряд», который собрал более 500 жителей города. Инициатором мероприятия стал Дом дружбы народов, который уже много лет успешно развивает межэтнические связи и формирует общее культурное пространство в Магнитогорске. Масштабная акция, стартовавшая у монумента тыл фронту, объединила людей различных национальностей и культур. Праздничная программа началась с выступления творческих коллективов Дома дружбы народов. Мы хотели создать что-то масштабное для города в честь праздника. Огромное спасибо управлению культурой и администрации города, что нам пошли навстречу, помогли в организации. И была такая идея собрать, показать вживую народное единство. Единство народов, проживающих в нашей многонациональной стране. Ну и, как видим, несмотря на плохую погоду, все практически получилось. Холодная погода и сильный ветер магнитогорцев не испугали. Более 500 жителей города приняли участие в мероприятии, центральным событием которого стал флешмоб «Руки в ряд». В нем участвовали представители 20 различных организаций. Выстроившись в длинную цепочку и сцепив руки, магнитогорцы создали мощную волну, символизирующую единение и солидарность. Достигнув финальной точки, волна завершилась запуском дымного фонтана в цветах российского триколора. Я пришла с внуком и с подружкой внука из дома. Услышали и пришли. Почему пришли, почему детей пришли? Потому что единение должно быть. Хочу детям показать, что мы все вместе, мы вместе едины. И непобедимы нигде. Мы все патриоты нашей Родины России, а также нашего города Магнитогорска. И, естественно, как и все другие, мы поддерживаем эту акцию. Взявшись за руки, несмотря ни на погоду, ни на холод, ни на ветер, ни на что, ни на какие бури, и мы все равно едины, как всегда. Задача данной акции – показать вживую единение народов, что, мне кажется, очень важно, тем более в наше непростое время. Для города Магнитогорска, где живут представители многих национальностей, и Дом дружбы народов, как учреждение, которое активно занимается работой с национальностями нашего города, не могло остаться в стороне. Возможно, в следующие годы это перерастет во что-то еще более масштабное. По отзывам магнитогорцев, мероприятие оставило яркие впечатления у всех участников. Завершился праздник общим фотографированием. Дружба народов! Ура! Россия! Татьяна Артеменко, Виктор Исаев, телекомпания «ТВИН». Дизайнерские украшения, одежда по сезону, гаджеты, помощники для дома и сада, вкуснейшие деликатесы. Все это и многое другое магнитогорцы смогут приобрести на выставке-ярмарке «Регионы России». В «Магнитогорске» она начинает работу уже в эту среду, 6 ноября. За полезными и качественными товарами покупатели ждут в торговом центре «Славянский». Регионы России вновь открывают свои двери для покупателей. В ассортименте на выставке-ярмарке будет представлена верхняя одежда сезона «Осень-зима». Легкие и стильные пуховики, парки и куртки, актуальные демисезонные модели. А также уютная коллекция изделий из монгольского трикотажа. Также покупатели смогут приобрести износостойкую комфортную обувь фабричного производства и подобрать для завершения образа актуальные головные уборы и аксессуары. Стильные сумки, авторскую бижутерию, броши, бусы, кулоны и браслеты из натуральных камней. Привезут в Магнитогорск домашний текстиль из белорусского льна, гипоаллергенные полотенца, скатерти, простыни и подушки. Найдут на выставке-ярмарке горожане товары для дома и сада, в том числе чудо-терки, многофункциональный отпариватель, секаторы с храповым механизмом. Хозяек не оставят равнодушными салфетки из шведского микроволокна, качественная и долговечная посуда. Вкуснейшие лакомства также можно будет приобрести на регионах России. Несколько десятков видов дальневосточной рыбы, свежайшая красная икра. Мясные деликатесы из Белоруссии станут украшением любого стола. Также в наличии ароматные и полезные специи, чай, мед с частных пасек и продукты пчеловодства. Порадует салткоежек разнообразие восточных сладостей, щербет, ароматная халва, мармелад, изготовленный на основе натуральных соков, орешки в йогурте и шоколаде. Выставка-ярмарка региона России будет работать в торговом центре Славянске с 6 по 10 ноября с 10 часов утра до 7 вечера. Ярмарка региона России, которая будет проходить в торговом центре Славянске с 6 по 10 ноября включительно, особенно привлекательно для гурманов. Любители морепродуктов смогут насладиться деликатесами Камчатки. Белорусские производители представят широкий ассортимент колбас, сосисок, сарделек и других местных изделий. Можно будет приобрести продукты, которые редко встречаются в обычных магазинах. Рыбная продукция – это не только вкусно, но и полезно. Она богата белком, который необходим для роста и восстановления тканей в организме. Кроме того, она содержит жирные кислоты омега-3. Это отличный выбор для тех, кто хочет следить за своим здоровьем и получать необходимые питательные вещества. В отделе «Камчатские деликатесы» вы найдете широкий ассортимент рыбной продукции холодного и горячего копчения, а также малосоленую рыбу и икру. И все это из свежих морепродуктов без добавления искусственных консервантов и усилителей вкуса. Они станут отличным дополнением к вашему столу и порадуют вас своим насыщенным вкусом. В этот раз мы привезли большой выбор морских деликатесов – холодного копчения, горячего копчения и слабосоленая рыбка. Всеми любимая красавица – чавычи, нежнейшая белорыбица. А также большой выбор разнообразных рулетов. Рулет чавычи белорыбица и неркос белорыбец. Также еще у нас есть новиночка – это белуга горячего копчения. Чистое нежнейшее мяско без косточек. «Камчатские деликатесы» – это дары моря в каждом кусочке, что подтверждают довольные покупатели. «Вкусная икра, ложками едим. Всегда карточки берем, рыбу берем, икру берем. Все берем по возможности». «Не первый раз покупаем всегда здесь продукцию. Очень хорошая, довольная. Вкусно, свежая. Покупаем, как только приезжает, мы все равно что-то берем». Хотите насладиться вкусом настоящей белорусской еды? Тогда добро пожаловать в торговый центр «Славянский». Здесь вы найдете все, что душе угодно. Колбасы, сосиски, сардельки, копчености, сыры и конфеты – все это сделано из натуральных продуктов, без использования искусственных добавок. Здесь используют только свежие и качественные ингредиенты, чтобы создать продукт, который порадует любого гурмана. Широкий ассортимент сыров, начиная от мягких и заканчивая твердыми сортами. Каждый имеет свой неповторимый вкус и аромат и не оставит равнодушным никого. Молочная и мясная продукция – это настоящее искусство кулинарии. «Фермерская, утиная, печеночная, колбаски на гриле, говядинка, свинина. Там натуральное мясо рубленое, натуральные оболочки. Также сало у нас очень вкусное деревенское, которое кормит домашней продукцией свиней. Естественно, сало очень вкусное и полезное. У нас вкусный колбасный сыр – это вкус детства. Сейчас такого редко найдешь, потому что у нас действительно сыр из молока, а колбаса – из мяса». Качество и вкус белорусских деликатесов уже успели оценить сотни магнитогорцев, а потому здесь не бывает отбоя от покупателей. «Я купила колбасное изделие, молочное изделие. Мне очень нравится их супроводство белорусское натуральное. Ну и всегда, как приезжают, мы приходим, мне очень нравится эта продукция». Чтобы убедиться в качестве и великолепном вкусе представленной продукции, приходите в торговый центр «Славянский». Ярмарка будет проходить по 10 ноября включительно с 10 до 19 часов. О новостях спорта через несколько секунд. Ровно месяц не играла на родном льду молодежная хоккейная команда «Стальные леса». За это время магнитогорцы провели 7 выездных матчей, в пяти из которых одержали победы. Завершающим аккордом поездки стали игры в Новосибирске, где подопечные Станислава Шумика дважды взяли верх над снайперами. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В первом матче счет был открыт в середине стартового периода. Магнитогорцы уверенно распорядились своим шансом в большинстве. После передачи Игоря Нечаева Артем Гончар бросил издалека, шайба попала в находившегося на пятачке Никиту Куричева, а первым к отскоку успел Владислав Долгих. На 32-й минуте Михаил Федоров совершил перехват в своей зоне, лихо прошел через всю площадку и эффектно переиграл вратаря. В начале заключительного периода после передачи Александра Кушнарева Ярослав Исаков нанес дальний бросок, а Роман Гольник оказался самым расторопным на добивании. Но хозяева бились до конца. В этом отрезке они перебросали соперника 15-5 и дважды сумели отличиться. Причем превратить счет 0-3 в 2-3 снайперам удалось всего за 208 секунд. Но больше Андрей Трофимов не пропустил, а его партнеры на исходе встречи хорошо поборолись в средней зоне, и Эрик Мухатьянов за секунду до сирены подвел итог игры 2-4. Повторная встреча получилась еще более напряженной. В середине стартового отрезка Данил Сирозидинов великолепно сыграл за чужими воротами, выдал отменный пас на пятачок, и Никита Куричев сумел пробить голкипера. В дебюте следующего периода гости отличились в большинстве. После передачи Михаила Федорова Артем Гончар доставил шайбу на пятачок, где Владислав Долгих удачно подставил клюшку. Спустя 9,5 минут хозяева ответили своим голом в большинстве, и больше результативных действий зрители не увидели. 1-2. Четыре победы подряд помогли магнитогорской молодежке подняться в зону плей-офф. Долгожданную домашнюю серию команда начнет 6 ноября матчем против Альметьевского спутника. И в этот же вечер свою домашнюю серию встречи с воскресенским химиком откроет команда ВХЛ «Магнитка». Прямые трансляции матчей смотрите в нашем эфире в среду в 17.00 и в 19.30. Воспитанница спортивного клуба «Металлург Магнитогорск» Дарья Акулова завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по скалолазанию. Состязания проходили в Перми и собрали более 800 сильнейших спортсменов из России, Белоруссии и Турции. Дарья показала лучший результат при прохождении серии сложных коротких трасс. Для 17-летней Дарьи Акуловой эти всероссийские старты стали важным этапом подготовки. В апреле Даша одержала победу на первенстве России в своей возрастной группе, выполнив норматив мастера спорта и получив приглашение на свой первый чемпионат России. К сожалению, на этом чемпионате ей удалось занять лишь четвертое место, поэтому Даша решила не упускать возможности посоревноваться и обменяться опытом с именитыми спортсменами из России, Белоруссии и Турции. Основные соперники, самые сильные участницы, не приехали на этот старт, потому что он был как бы уже в конце года, и основные соревнования уже прошли. Борьба развернулась между мной и ребятами из Санкт-Петербурга. Мы раньше с ними очень хорошо лазали, но они считаются как не самые сильные, но они тоже очень хороши. В составе сборной Челябинской области Дарья Акулова выступала в категории девушки 16-17 лет в дисциплине болдеринг. Этот вид скалолазания включает в себя прохождение серии коротких трасс разного уровня сложности. В отличие от других дисциплин, здесь постановщик трассы стремится запутать спортсменов, создавая нестандартные комбинации и неожиданные переходы. Участникам соревнований необходимо разгадать логику маршрута и пройти его, демонстрируя не только физическую силу, но и стратегическое мышление. На этих всероссийских соревнованиях, как отмечает Даша, маршруты были особенно интересными и требовали тщательного обдумывания каждого движения. Всего было два этапа. Первый был квалификация, второй финал. Калификации, я думаю, у меня получилось более успешно. У меня было больше топов и затрачено меньшее количество попыток. Финал проходил на другом стенде, там уже были другие плоскости. Трассы были чуть-чуть посложнее, они у меня пошли и не сразу. На первой трассе я, получается, долезла до конца, но так и не смогла взять последний зацеп и зафиксировать его. Больше всего попыток у меня ушло на последнюю финальную трассу. Там тоже был прыжок, и я не сразу разгадала, как его нужно пролезть. Даша признается, что из-за задержки на последней трассе была уверена, что проиграла гонку. Однако позже выяснилось, что именно ей удалось показать лучший результат. В целом, по занятому месту, естественно, это был наивысший результат. Да, мы довольны. Ну, по трассам тоже можно сказать, что на 99% она отработала, потому что очень сложные были трассы в финале. И, скорее всего, это был почти максимум. По итогам соревнований Дарья Акулова была признана сильнейшей в своей категории, обойдя спортсменок Веронику Герц и Снежану Ермолик из Санкт-Петербурга. Впереди у Дарья чемпионаты первенства Уральского федерального округа, которые пройдут в декабре. После этого начнется подготовка к следующему сезону. Татьяна Артеменко, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok